Эта встреча назревала уже давно. Еще летом в Таганроге стали устанавливать вышки для оборудования операторов сотовой связи. Их на карте города появится не один десяток. И, возможно, большинство горожан даже не обратили бы внимания на новые конструкции, если бы не жители нескольких районов, которые оказались категорически против, чтобы их дома соседствовали с данными сооружениями. Они опасаются, что, во-первых, в один прекрасный день эти вышки могут попросту завалиться. Во-вторых, их тревожит вопрос неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения. В-третьих, они считают, что в зимний период эти вышки тоже будут представлять потенциальную опасность для людей, так как на них будет образовываться наледь, грозящая упасть на головы людей, припаркованный транспорт или рядом стоящее строение. Огни, так сказать, загорелись жители Северной площади. Они первыми забили тревогу, когда возле их домов стали ставить вышку. Затем к ним присоединились жители 23-го переулка, которые оказались в аналогичной ситуации. Сейчас к этим районам добавился еще один адрес – Чехова, 66. В остальных местах, где появились вышки, все пока спокойно. Однако бунтари смогли поднять такую волну протеста, что администрация города была вынуждена организовать совместную встречу городских чиновников, жителей неспокойных районов и, собственно говоря, тех, кто проводит работы по установке вышек. Возмутителем спокойствия стала группа компаний «Русские башни». Лидер рынка независимой инфраструктуры России, оператор и владелец антеннам мачтовых сооружений. «Русские башни» входят в топ-15 крупнейших независимых башенных операторов Европы. Компания отметилась 10 лет в этом году и является первой инфраструктурной компанией в России. С началом работы компания «Русские башни» бизнес по построению сети для совместной связи разделился. Разделился на предоставление услуг, которыми занимаются операторы совместной связи, «Русские башни», «Русские башни», «Русские башни», «Русские башни» и «Русские башни». Это антенномачные сооружения, мачты, опоры, вышки, на которых располагается оборудование операторов совместной связи. Вот мы во всей стране в течение 10 лет устанавливаем подобные сооружения. У нас их насчитывается более 4,5 тысячи, на которых размещены операторы совместной связи. Кроме рассказа о компании «Русские башни», Николай Сурнаков поделился с собравшимися информацией о том, как происходит выбор места под установку вышки. Оказывается, этим вопросом занимается инженерная служба самих сотовых операторов, которые в дальнейшем эти самые вышки будут эксплуатировать. Это они проводят технические исследования и указывают места, где им необходима такая конструкция для своего оборудования. С выбором мест оказались не согласны жители нескольких адресов. По их словам, они не против прогресса и развития связи, но делать это надо более цивилизованно по отношению к людям. Вы поймите одно. Мы за развитие города. Мы за то, чтобы был в безопасном городе, чтобы была качественная связь у нас. Мы ни в коем случае не против этого абсолютно. Но когда приходят и действуют непонятно какими способами, какими-то методами, любой человек скажет, а зачем мне это надо? С нарушениями, не с нарушениями. Почему нельзя было просто посоветоваться? Ничего бы этого не было. Почему вы не можете, если у вас опор от военного назначения? Почему не ставить? Прекрасно стоит на транспорте, никого не мешает. Я вчера был в Ростове, везде стоят через 200 метров. Прекрасно стоят, на нем стоят. Ладно здорово. Электропроводка там, кабеля проходят, видеокамеры стоят, освещение. Да ставьте, только скажите вам спасибо за это. Почему нельзя было эту башню поставить? Где наш травмпункт? Четыре столба скоро рухнут. Просто рухнут. От нас сто метров. Да поставьте вместо столба, мы скажем спасибо, еще поможем вам это сделать. К этой встрече граждане подготовились основательно, заручившись поддержкой юристов и депутатов Закомандательного собрания Ростовской области. И те, и другие задавали немало вопросов и представителям администрации Таганрога, и представителям компании «Русские башни». Например, выяснилось, что город передал башням земельные участки под строительство вышек с арендной платой рубль в год. Почему? Ну, это уже, наверное, вопрос скорее не к владельцу антенномачтовых сооружений, а к администрации Таганрога. Кроме того, к этой встрече депутаты Закомандательного собрания Ростовской области получили ответы на свои запросы в разные инстанции. Дело в том, что люди возмущаются не на просто народном месте. Почему? Потому что инженерная конструкция, у вас есть какие-то допуски, посадки, расстояние и так далее. Но Ростсети нам отвечает по переулку 23-му установка высотой радиомачты сотовой связи по адресу Таганрог 23-й переулок Дон 71 на расстоянии 12 метров от действующей высоковольтной линии 35 кВт Т11-Т6, Называя требования правил устройства электроустановок, расстояние от высоковольтной линии до антеннных сооружений передающих радиоцентров должно быть не менее 50 метров. Она стоит через дорогу от высоковольтной линии, это мышка на расстоянии 12 метров. Разговор продолжался в течение полутора часов. Все, кто хотел высказаться, это сделали. Такая возможность была предоставлена всем участникам встречи. Ее итог подвел представитель компании «Русские башни» Николай Сурнаков. Мы сейчас вас услышали. Лично я услышал это от вас впервые. И те претензии, которые есть. И это мы будем отрабатывать. И я хочу, чтобы вы, выйдя сегодня, каждый для себя ответили на вопрос. Мы начали делать? Начали. Вы сказали то, что хотели сказать. Вас услышали. Вас услышают. Но вы должны понимать о том, что если вы хотите, чтобы ваши вопросы и ваши запросы были услышаны, вы должны слушать в ответ. Прощаясь с гражданами, Николай Сурнаков попросил их изложить все свои просьбы и пожелания по установке вышек еще раз в письменной форме на сайте компании «Русские башни». И хочется надеяться, что этот диалог будет конструктивным и стороны смогут найти решение, которое устроит всех.